В Ереване накалилась обстановка. Несколько дней город бастует, протестующие в основном реваншисты, не согласны с решением начать делимитацию границы с Азербайджаном и требуют отставки Пашиняна. Как долго продлятся протесты в армянской столице и к чему они могут привести? На эти вопросы Баку-ТВРУ ответил политолог Расим Мусабеков. Протестная акция была, конечно, масштабная. И, в общем, очевидно было с самого начала, что никакие проблемы армянских деревень в Таушском районе, рядом с которым проходит делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы, возвращение азербайджанских деревень, оккупированных еще 30 лет тому назад, ни этого Папа, значит, Баграта, ни тех лиц, которые за ним стоят, а это Роберт Кочарян, Дашнаки и, значит, СССР Саркисян. Их не интересует. Их беспокоит только один вопрос. Устранение от власти Никола Пашиняна и возвращение по возможности этой власти им самим. Потому что речь идет для них о, скажем, оставаться на свободе или нет. Тот же самый Роберт Кочарян дважды уже арестовывался. И только по настоянию его московских покровителей, в первую очередь президента Владимира Путина, его как бы выпускали. Но никакие дела, которые против него возбуждены, не закрыты. И он знает, что в любое время он может опять быть арестован и осужден. Помимо этого, ну, в общем, армянские СМИ пишут, что примерно до 50 миллионов долларов различного рода, значит, объектов, недвижимости и прочего, которые незаконно присвоил себе Роберт Кочарян и член его семьи, тоже находятся, значит, под пристанным вниманием правоохранительных структур Армении. И он может, ровно так же, как и сэр Саркисян, лишиться имущества, незаконно присвоенного во время нахождения у власти. Так что эти двое ведут борьбу за собственность и за свободу. И Дашнаки же традиционно выступают везде с националистических и ультра-националистических позиций. И видят Николе Пашиняне, человека, который, ну, своими действиями по примирению с Азербайджаном и с Турцией лишит всяческой политической повестки. Ну, насколько я могу судить, и эта протестная акция сдулась. Потому что, как только люди увидели, что за спиной у этого попа, значит, физиономии, давно обрытшие армянскому населению Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна с Дашнаками, виднеются, интерес к этой акции у большинства собравшихся на площади по призыву, значит, оппозиции пропал. Да, им удалось в определенной степени взбаламутить, значит, находящихся в Ереване и на территории Армении карабахских армян, но и те понимают, что их проблемы будет решать не Роберт Кочаряна, не Дашнаки, не какие-то там попы, а решать их проблемы с обустройством на новом месте будет решать правительство Никола Пашиняна. И поэтому большинство карабахских армян предпочитают лазить с правительством Никола Пашиняна, а не вступать с ними в конфронтацию. Так что я думаю, что и эта очередная акция противников Никола Пашиняна закончится, как и предыдущие, ничем. И им придется ждать до 26 апреля, а если до этого времени, а скорее всего так оно и будет, будет заключен мир, возобновятся межгосударственные отношения армяно-азербайджанские, откроются границы с Турцией. В общем, экономическая ситуация в Армении при Николе Пашиняне достаточно позитивная, и это, в общем, оставляет мало шансов для противников Никола Пашиняна через выборы 26-го года отстранить его от власти. Вот они и стараются до этого любыми способами достичь поставленной перед собой цели. Но думаю, что не получится у них. Субтитры создавал DimaTorzok